Просматриваю, исследую природное земледелие, я заметил, что не всегда прикладывая большие усилия, мы можем получить большой результат, хороший. Иногда, чаще всего бывает так, что для того, чтобы получить урожай, нужно приложить совсем небольшие усилия. Ну, например, как люди из года год сеяли семена. Можно воспользоваться примерно таким же способом. Зачем сильно перекапывать, перепахивать землю, если можно сделать намного все проще. Сюда я принес торф, так как у меня здесь плохая земля. Просто сверху положил торф, торфяную землю. И как я вообще рассеивал данные семены, я просто их положил. Вот, смотрите, вот видно, да, семечки. Вот. То есть на определенном расстоянии, примерно 15 сантиметров, посадил, положил просто сверху семечки. Я как бы заметил, что для того, чтобы прорасти этого всегда достаточно. Но семечки могут склевать птички, например, да. Или каким-то образом ветром, да, ветер будет и ветром унесет. Их тоже, кстати, тому, чтобы они проросли. Кроме того, чтобы полить, надо еще и, чтобы был парниковый эффект создан. У себя дома, когда мы садим что-то, да, например, рассаду, мы обычно накрываем крышечкой или даже обычным целлофановым пакетиком. Это помогает прорасти. Здесь же еще лучше можно сделать. Обычное сено, листья, любая трава сухая, то есть раскладываем здесь, да, после того, как полить, да, будет так, что у нее будет тоже этот самый, тот же самый парниковый эффект создаваться благодаря траве. Ну, плюс, кроме этого, еще и черви будут съедать эту траву. Но я сейчас сажу на осень, под осень, на зиму, то есть, да, сказать, под зиму. Мульча. Да, раскладываем сверху небольшим слоем поначалу. Как только оно прорастет, как только вылезет, видите, да, небольшой слой делаю. Как только весной оно вылезет, после этого вокруг этой травинки, да, вокруг растения, в данном случае это свекла, мы будем, я буду обкладывать уже хорошим слоем мульчу, большим слоем. Так, тут еще надо будет сейчас собрать. Ну, вот, примерно такой способ посадки семян я использую. Субтитры создавал DimaTorzok